Здравствуйте, друзья! С вами Юлия Сапельняк. И сегодня мы поговорим о разнице между несколькими популярными глаголами. Глаголом «речи», «казати», «причати», «разговарати» и «говорити». Для начала «казати» – как он спрягается. «Я кажу», «они кажу». Переводится «сказать» или «говорить». Этот глагол используется, когда мы говорим о каком-то однократном действии, то есть «один раз что-то сказать». Используется он в настоящем времени и в повелительном наклонении. Например, «Он кажи, да ты срео юче». Он говорит, что встретил тебя вчера, то есть «один раз что-то сказал, какую-то мысль высказал». И, кстати, часто используется в вот таких сложно подчиненных предложениях. Говорит «что». «Кажите, что вас мучи». Это как раз повелительное наклонение. «Скажите, что вас беспокоит». Есть глагол «речи», тоже переводится «сказать». Его особенность в том, что он не используется в настоящем времени. У него есть формы прошедшего времени. «Река», «рекла», «рекли» и так далее. То есть он означает то же самое, что и «казати», однократное какое-то действие «что-то сказать», но используется либо в будущем, либо в прошедшем, или в повелительном наклонении также. Например, «Рекла сам све», «что сам знала». «Я сказала все, что знала». Какое-то однократное действие, высказывание. «Далечеш нам речи». «Ты нам скажешь» – это будущее время. И повелительное наклонение. «Реците», «слушам вас», «говорите», «я вас слушаю». То есть «реците» и «кажите» – это одно и то же. Можно и так, и так использовать. Но если у нас настоящее время используется «казати», если прошедшее или будущее, то «речи». Идем дальше. Следующие глаголы. Посмотрим на них сразу на всех. «Причати». Как спрягается «я притчам, они притчаю». «Разговарати» – «разговаривать». «Я разговарам, они разговараю». «Говорити» – «говорить». «Я говорим, они говорят». В чем же между ними всеми разница? «Причати» имеет самое широкое значение. Означает он «рассказывать», то есть что-то повествовать, сообщать о чем-то, разговаривать с кем-то или говорить на языке. Потом еще об этом немножко скажем. «Разговарати» означает разговаривать, общаться в основном с кем-то, то есть иметь беседу, иметь какую-то дискуссию. «Говорити» – «разговаривать с кем-то, говорить, высказывать какую-то мысль или пользоваться языком». Ну, если вы посмотрите в словарь, то вы увидите, что больше всего значений «уговорити», то есть он самый такой богатый на значение глагол, и у него есть значение говорить на каком-нибудь языке. Например, «говорити» – русский, английский, србский, говорить на русском, английском, сербском. «Упричати» в словаре такого значения не указано, но используется в таком значении тоже, то есть и «причати» србски и «говорити». Вы наверняка знаете такую фразу «причай србски, да ты цел свет разуме». Говори по-сербски, чтобы тебя весь мир понимал. Но у «разговарати» вот такого значения нет, то есть это просто общаться, у него более узкое значение. Нельзя, допустим, «разговарати» какой-нибудь там анекдот, да, то есть можно только «причати», рассказывать анекдот, «причати шалу» или «причати витс». Посмотрим примеры. «Морам да разговарам с вами» «Мне нужно поговорить с вами», то есть иметь беседу какую-то. «Далисте разговарали со профессорком» «Вы разговаривали, общались с учительницей, имеется в виду?» «Течно говорим англески». «Я бегло говорю по-английски». «Говори гласнее», «говори громче». Это означает просто высказываться, да, то есть говори, как высказываться. «Он ей говорю истину», «он говорил правду». «Причала сам телефоном с мамой». «Я разговаривала по телефону с мамой». Как и «разговарати» можно использовать «причати». «Люди притчаю о тебе», «люди говорят, рассказывают о тебе». Вот такие сложные глаголы. Спасибо за внимание и увидимся в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!